Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! Начинаем работу в прямом эфире в такой веселой обстановке, что в принципе понятно, потому что пятница, завершение рабочего дня и самое время поговорить о спорте. Мариан Пахарь, известный футболист с прошлым и футбольный тренер Андрис Треймани, известный футбольный судья. Добрый день! Добрый день! Интересно, что мы не спортивные журналисты, очень часто завидовали спортивным журналистам, потому что можно рассказывать о спорте, никакой политики, просто одно удовольствие. Но теперь вот, когда я слушаю, как коллеги спортивно обозревать и мучаются, готовя новости, и сообщают о том, что один чемпионат отменился, другой неизвестно, когда начнется, и тут я им точно не завидую. Но вот мы сегодня поговорим действительно, может быть, о таком интересном моменте, спорт в чрезвычайной ситуации, когда все в простое, но только чемпионат Бундеслиги начался на радость футбольных болельщиков. Марьян, вот вы до эфира успели там сказать, что вы не теряете время даром и с помощью вебинаров там какие-то дополнительную теоретическую какую-то подготовку получаете. Ну, может быть, несколько слов о том, что сейчас вот на ваш взгляд, какое это время для спорта, для футбола в частности? Ну, сложное время, конечно, сложное время, и все устали уже, и голодные спортсмены, тренера, журналисты, и главное, болельщики. Болельщики, да. Болельщики, да. И в этом плане, ну, все мы в такую ситуацию попали, неординарную, нестандартную. Поэтому, ну, я уже за эфиром с вами говорил о том, что как раз, может быть, это то время было для профессионального спортсмена, где можно было подтянуть какие-нибудь свои слабые качества, например, если это правша, например, над левой ногой поработать, или над приемом поработать, или обводкой, дриблингом. То есть, для молодого игрока это вообще, мне кажется, то время, когда, ну, можно этим заняться, потому что, в принципе, в процессе, в ежедневной работе, особенно в двухразовом режиме, если тренируются команды, то очень сложно найти время на индивидуальную работу, вот в таком плане. А сейчас как раз есть возможность. А сейчас есть возможность, да. Для тренеров то же самое. Понятно, что очень сложный период, понятно, что нужно, нужно быть в команде, нужно все время держать руку на пульсе, в процессе, это игровые связи, это какие-то наработки. Но в то же самое время, вот, окей, я уже довольно долгое время, продолжительное, я без работы, активный такой. И это, ну, возможность только самообразования. Конечно, к сожалению, мало можно что увидеть по телевизору сейчас, но можно пересмотреть что-то старое, плюс достаточное количество различных семинаров, вот, вебинаров, это и от УЕФА, и от ФИФА, и просто, вот, даже мне там из Англии был звонок, и с Кипра был звонок, тренеров, которые говорят, вот у нас вебинар, не хочешь поучаствовать, ну, вот я пару раз подключался вот так. Вот этот вопрос, который, я думаю, и до пандемии, и до коронавируса вам задавали знакомые, болельщики, может быть, журналисты, само собой. Если, вот, как вы видите, как профессионалы, вот какие-то такие звездочки, таланты в Латвии, которые, ну, потенциально могут и сборную укрепить, да, и получить получить какое-то место в таком сильном клубе, потому что, ну, Бундеслига возобновилась, будем надеяться, что постепенно этот ужас с коронавирусом закончится, и другие чемпионаты начнут работу. Вот, видите вы таких людей, можете, не знаю, фамилии не называть, но как вам кажется, есть такие таланты? Ну, вы понимаете, вопрос такой настолько, как сказать, и объемный, и сложный, потому что уже долгое время у нас нету игроков в топ-лигах, и, конечно же, мы все ждем, и надеемся, я как представитель национальной сборной сейчас, я в штабе национальной сборной снова, могу сказать, что мы об этом говорим, постоянно говорим, но здесь больше зависит, мне кажется, даже ситуация от вообще развития футбола в целом в стране, от тренировочного процесса, от тренеров, от того, как развивается молодой футболист еще в самом начале, это даже уже не финальное завершение его… Не за 20 лет до того, да? Ну, естественно, да. И в этом плане я оптимист вообще на самом деле, я вижу и знаю, что они есть, и надеюсь на то, что и будут все-таки у нас и переходы, и звездочки подрастут, но какой-то период, наверное, вот был такой, какого-то, не знаю, спада, очень такого, такого серьезного, который вот до сих пор мы не до конца его разгребли, скажем так, поэтому ждем. Ну, тоже интересно, потому что если посмотреть на чемпионат Латвии, ну, кто-то его оценивает критически, кто-то менее критически, но не важно, там вот игроки, которых приглашают в сборную, но они были, ну, не последние как бы в этих своих кубах, да, а попадают в сборную и что-то такое ломается, да, вот, ну, нет игры. Ну, да, это, во-первых, мы не забываем о том, что и соперники не стоят на месте, и все развиваются, все готовятся, все работают, поэтому, да, за последнее время, к сожалению, ну, команды не было у нас, и это нужно признать и думать, что делать дальше. Как работать над этим, как менять ситуацию. В принципе, знаете, я, вот, мы возвращаемся постоянно и в беседах между собой, и в мыслях к тем годам, когда были успехи у нас большие. Очень большие. У нас же тоже не было на тот момент суперзвезд. Их никогда не было в Латвии. Были звездочки, были какие-то талантливые игроки, крепкие середнячки, но, тем не менее, удалось вот из таких игроков кому-то создать вот такую фантастичную команду и добившуюся фантастичного успеха. И в этом понятно, что заслуга тренерская в первую очередь была на тот момент. Но так же само люди играли в чемпионате Латвии, нигде не были до того, может быть, там уже первые начали уезжать, мы кто-то там 5-6 человек. Но, в принципе, была та же ситуация. Поэтому я бы не говорил о том, что в условиях чемпионата Латвии невозможно. Это хорошо вы сказали, когда сборная Латвии вышла в чемпионат Европы, вот в этот финал. И, значит, мой коллега, спортивный обозреватель, так получилось, что мы в газете с ним вместе в одном кабинете сидели. Он говорит, вот посмотри, вот эта команда вышла, такого успеха в ближайшие 10-20 лет больше не будет. Не пропусти ни одной игры. Я еще так пожал плечами и говорю, ну как, ну не будет. Раз уже вышли, значит, и следующее поколение выйдет. Но он оказался, к сожалению, прав. Ну, я слышал, говорили, вернее, попадались такие, которые говорили, что и 100 лет не будет, и 200 лет не будет. Не, ну это может быть уже чересчур, да. Ну, да, в принципе, мы можем, как говорится, не можем этого гарантировать. Мы можем только делать все, чтобы такое когда-нибудь опять произошло. Да, Андрес, вот что касается, действительно, футбольных судей, у них тоже такое интересное время. Вот только Бундеслига возобновилась, как мы уже констатировали, там, наконец, у судей есть работа. Что у вас вот на судейском поприще? Как это сейчас происходит? Вы тоже есть какие-то семинары, вы как-то общаетесь с коллегами, вы готовитесь, что дальше будет происходить? В принципе, у нас очень похожая ситуация, как у футбольных команд и у футболистов. Мы перед сезоном подготовку сделали, как планировалось, да, и это в феврале, в принципе, закончили это и готовились к сезону. Уже отсудили с моей бригадой, с Харалдом Гудермани, с Алексеем Спасенниковым, уже пару игр официальных плей-офф Лиги Европы, плюс были тоже за рубежом в Саудовской Арабии. Отсудили тоже два матча и, ну, готовились к сезону нормальным, в принципе, темпом и планом. Но вот этот, да, вирус пришел, и наша подготовка, и начало сезона здесь в Латвии тоже остановилась. Так что сейчас каждый судья готовится индивидуально, физически. И для международных судей есть специальная программа УФА, которую раз в неделю тоже мы делаем общие тренировки, используя программу Zoom, где тренера по физподготовке и делаем тренировки, плюс мы получаем разные материалы, игры анализируем, плюс там всякие тесты и так далее, да, чтобы поддержать и такую теоретическую базу, и физическую базу, и не падать духом, да. Так что, ну, мы тоже, как и футболисты, и как команды, вот Марьяна, она сказала, что игроки и болельщики, и команды голодные, тоже судьи очень голодные, и очень надеемся что вот сейчас уже государство примут решение, что чемпионат можно будет обновить в середине июня, так что тоже надеемся. Да, вот такой может быть вопрос, я думаю, тоже вам часто задают, как вот футбольный судья, ну, из не самой, наверное, футбольной страны мира, Латвии, может вот действительно выйти на такой международный уровень, это нужен специальный сертификат, и как это вообще происходит? Что вот наши судьи обслуживают такого высокого уровня международные матчи? Это тоже, вот я всегда делаю эти параллели с футбольной командой, и коснулись евро нашей команды, да, которая вышла. Понятно, что у нас уровень чемпионата не такой, может быть, как там, скажем так, вторая, там, пятерка или десятка европейских чемпионатов на таком уровне, но в принципе, у нас уровень чемпионата довольно хороший. Да, понятно, нету этой атмосферы, нету такого бродкастинга, там, телетрансляции и этого ажитажа, но и наши клубы, да, последние годы все-таки довольно прилично выступают на европейском уровне, и прошлый год тоже был очень хороший показатель, да, Рига почти попала групповой части Лиги Европы. Очень, кстати, неплохо. Да, и в принципе, даже вот эти, скажем так, нижние команды групповой стадии Лиги Европы, которые играют, уровень довольно равный нашим ведущим командам, да. Так что насчет чемпионата, сказать, что у нас вот слабые чемпионаты, и вот из такого чемпионата судьи поехали где-то судить, такого нет. Так что, во-первых, чемпионат, где есть хорошее обучение и рост, а во-вторых, то же самое, как вот с футбольной командой, у нас есть тоже очень хорошая команда, где я как рефери работаю, и у меня есть два ассистента плюс четвертый арбитр. Сейчас уже в Лиге Европы и Лиге чемпионов добавились видео арбитры, да, но вот эта связка между ассистентами, судьей, она очень высоко, ну, очень важна, и при этим, да, при этим всем качествам, плюс личным качествам каждого из судей, да, вот создается эта команда, и плюс, конечно, опыт, 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 и, ну, где-то тоже вот УФА ответственность ответственные менеджеры из-за судейства что-то у нас увидели, и, ну, давали шанс развиваться, обучали нас, и, ну, и... Это вообще сложный процесс, да, обучение? Да, вот это, ну, футбольный судья, он не как игрок, например, игрок 18 лет, если он суперталант, он там, не знаю, в Дортмунде, да, сейчас у нас там суперталант, Норвег играет, он 19 лет, он может играть в топовые мировые команды, да, в 19 лет, в 19 лет... В 19 лет... Да, в 19 лет судья никогда, нигде в мире не будет судить топовые чемпионаты или, не знаю, сборные национальные... Должен быть еще какой-то жизненный опыт, да? Да, ну, вот это такое вот очень постепенное, я бы сравнил дороги где-то в гору, да, ты вот идешь, 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 набираешь этот опыт физический, практический, теоретический, плюс это твоя, ну, вся команда, и вот это, сложа все вместе, ты можешь как-то потихоньку достичь этот уровень, да. Но бегать нужно быстро, я так понимаю, да? Ну, в принципе, мы... Быстрее, чем футболисты. Вот сейчас, да, это мы говорим, надо быть в точке событий, да? Да, ну, у нас мы сдаем и физические тесты, и, в принципе, по сравнению с футболистами, мы, ну, я пробегаю, например, такую же или даже большую дистанцию, чем футболисты, и мой возраст 35 лет, да. Я же про это мы и говорим, да. И, в принципе, мы идем тоже в Олимпийский, Олимпийская Вене, да, как. Да, Олимпийская сборная, скажем так. Ну, да, где проверяют здоровье тоже все олимпийцы. Да. Да, и по тестам, в принципе, ну, я где-то соответствую игроку сборной Латвии, где-то, ну, даже там, ну, восьмой, девятый, где-то так. Ну, да, но это опять, вот я говорю, мы реально тренируемся, в принципе, как футболисты, как атлеты, у нас есть свой тренер по физподготовке, Эдвин Скрумс, который работает с лёгкотлетами сборной Латвии, да, и, ну, мы очень тоже, вот эта физическая подготовка, это очень важная, важная, важная часть. Расскажите, секрет многих на это интересует, а вообще футбольный судья – это профессия, или вы где-то работаете вообще по жизни совсем в другой сфере, потому что я знаю, что у вас, по-моему, юридическое образование, да? Да. Ну, многие последние годы я работал в футбольной федерации, юристом, и разных тоже госструктурах работал юристом. Ну, сейчас, в принципе, тоже в связи с этой ситуацией в федерации закончил работать, и, ну, сейчас тоже смотрим, что делать дальше, так что, да, вот, в принципе, Латвии это не как профессии, не можно считать как профессии, а, да, большие страны, Англия, Германия, Испания, Италия – это реально профессия. То есть, люди только этим занимаются. Люди только этим занимаются, да, и это хорошая оплачиваемая работа там, в больших лигах, скажем так, а здесь Латвии, ну, да, это больше, скажем так, для нас, для футбольных арбитров высшей лиги, это такое хобби с профессиональным отношением, да, где должна быть… То есть, какой-то небольшой оплаты, да? Ну, да, это чисто символичнее. Даже если мы там считаем, это не получается средняя минимальная зарплата Латвии в каждом месте, если растянуть это на сезон, так что так. Да, вот, Мариян, есть такое мнение, вот так часто комментаторы говорят, что вот, чтобы сборная Латвии выступала успешно, должен быть очень сильный чемпионат. Всегда ли это так? Потому что, если мы проводим параллели, ну, там, с хоккеем, да, ну, это не совсем так, да, в 90-е годы мы помним сборную Латвии по хоккейу, вообще наши хоккеисты играли в разных лигах, там, и Швеции, притом даже не высшей, но, тем не менее, выступали на чемпионате мира очень даже успешно. Что касается футбола, это действительно так? Ну, мы не можем в любом случае сделать наш чемпионат сильнее, чем его уровня определенного. То есть, это то, о чем Андрис говорил. Ну, это вопрос финансирования. Да, и финансов, и болельщиков, и рекламы, и спонсоров. То есть, не большая страна, не футбольная страна, как вы сказали, может быть, но спортивная страна. Спортивная. Люди любят футбол, люди любят спорт в целом, поэтому я думаю, что в какой-то мере все-таки все зависит от конкретной ситуации. Надо, чтобы все сложилось. Это и чемпионат должен быть ровный, сильный, это и пару звезд подобрались, и несколько человек уехали за границу в серьезные клубы, получили опыт, который потом... Потому что ты не можешь задачи решать без креативного игрока какого-то, который может обыграть, забить. Конечно, это никто не может. Посмотрите, уберите Месси из Барселоны. Барселона будет хорошо играть в футбол, но она не будет та уже. Поэтому... Вы правы, потому что многие почему-то считают, что достаточно собрать, условно говоря, крепких каких-то середняков, но без явных лидеров. Но правильно поставить работу, найти какого-то чудодейственного тренера, и все будет. Потому что мы знаем, сколько копий ломали по поводу тренеров сборной. В Латвии думали, что сейчас мы там пригласим, не знаю, хорвата, сербы, немцы. Ну, к примеру, да? И все. И на следующий день он научит их играть. Но чудес, как мы знаем, не бывает. Не научен, да. Не научен. Но вот все-таки сами игроки, они понимают, что, не знаю, им надо совершенствоваться. Ну, каждому в голову, конечно, не влезешь. Ну, вот иногда мне кажется так, что вот эти игроки, они ведь тоже живут на нашей грешной земле, смотрят игры других чемпионатов. Но они видят, ну, неужели не хочется как-то, я понимаю, что нельзя стать Месси, да, вот проснуться и стать Месси. Но неужели не хочется как бы чуть-чуть свой уровень как бы поднять, чтобы, ну, и самим было бы не стыдно, да, так сказать, не знаю, проигрывать Люксембургу, к примеру, да, при всем уважении к ним. Ну, да, не помню давно, чтобы мы Люксембургу проиграли. Ну, я как бы. Но, в принципе, но этот вопрос, он очень такой, как сказать, горячий, на злобу дня. Конечно же, я, будучи тренером и наблюдая вот даже свои команды, когда я в сборной работал, у меня меняется мнение на этот счет. Вот, иногда ты смотришь на игроков, иногда то, что вы нарабатываете на поле, они могут сделать, а иногда не получается. И ты думаешь, ну, вроде бы и не понимают, а потом на следующую игру уже получается и понимают все. Тут, мне кажется, во-первых, и поколение поменялось у нас, об этом тоже надо говорить. Смена поколений не в любой сборной, не в любом клубе, оно не проходит, скажем, беседно, очень тяжело. А на нас это вообще отразилось очень сильно. Ушли опытные игроки, ушли такие классные игроки, и их заменить, к сожалению, не пришли на тот момент ребята, которые могли бы заменить. Чехарда с тренерами. В федерации мы знаем, какая ситуация была. В федерации, опять же, ситуация. И, естественно, мы до сих пор без президента находимся. Кстати, совершенно ненормальная ситуация. Ненормальная ситуация, вот в свое время было все довольно четко и очень, скажем, был хозяин у федерации, у клубов, там были свои хозяева. И тренерская вот такая, как команда была сплоченная, слаженная, они решали, они могли решать какие-то задачи. То есть вот эта вертикаль, которая была, она была выстроена четко. Я не говорю, что там ошибок не было. Были и там ошибки, безусловно. Но, тем не менее, сейчас, к сожалению, вот мы попали в ситуацию, где пока вот такой вот развал. И ясно, что и общество такое, оно в своем роде единым должно стать, если мы все хотим добиться чего-то большого. Иначе, если мы все, как лебедь, рак и щука, будем тянуть в разные стороны, очень сложно. А может пойти по этому пути, вот как многие федерации делают, не только в Латвии, но в Латвии в том числе, пытаются на такие должности, ну, по существу в какой-то общественной организации, вот как Федерация футбола, ставить людей влиятельных из власти, из политики. Ну, не знаю, министр, вот там Федерацию баскетбола, бывший президент возглавил, оправдает его надежды или нет. Нет, но самое главное, я так понимаю, основной посыл. Человек известный, со связями, простите уж, да, он может привлечь спонсоров, он может обеспечить соответствующую государственную поддержку и все, да, так сказать, мало быть хорошим футболистом в прошлом, да, нужно быть хорошим функционером, если так можно сказать. Безусловно, безусловно, в этом плане примеры есть, но мне лично, мое мнение, мне кажется, что в любом случае и люди бизнеса или политики, они все равно должны идти в группе с людьми, которые разбираются в футболе, иначе не так и не так может ничего не получиться, потому что мы должны друг друга поддерживать в этом плане. Мало быть хорошим менеджером, если ты ничего в этом не понимаешь в футболе, да? Ну, конечно, при всем уважении, ну, пришел бизнесмен, как он может влиять на процессы или принимать решения, которых он не понимает, и в этом плане почему мы и говорим о том, что важна команда, и в федерации важна команда, и в клубе, и в сборной, везде, чтобы был какой-то успех, потому что иначе, иначе вот как раз, да, мы сейчас пожинаем то, что мы, вот, какие-то неправильные решения приняли. Кто-то пришел, кто, может быть, не мог на тот момент регулировать какие-то процессы происходящие, вот и все. Адрес, наверное, такой вопрос тоже вам, я думаю, задают неоднократно. Вот эта новая система, ну, относительно новая возможность видеопросмотра, она, не знаю, она вообще усложнила жизнь или облегчила жизнь? Может, многие считают, что усложнила, интрига пропала, ну, это уже что-то… Наоборот. Наоборот. Нет, я бы не сказал, что усложнила или… Ублегчила. Ублегчила, да. В принципе, просто изменилось чуть-чуть вот это понимание принятия решения, да. И даже уже из своего опыта могу сказать, да, у нас в Латвии пока этой системы нету, и, ну, такой ближайший сезон точно не будет. По-моему, не будет, да. Да, но вот мне удалось уже довольно много игр отсудить и самым быть в официальных играх уже… А, и брать видеопросмотр тоже. И даже и брать, вот, первый раз пошел смотреть монитор, прошлый год судили У-17 чемпионат мира, и на финальной игре решающий пенальти шел смотрел, да, так что вот первый раз вот на финале даже, надо было идти и смотреть. Дебют. Да, дебют. Но ситуация такая, что, в принципе, вот, используя этот видеоассистент, нет больше скандалов. Вот если да, мы можем… Вот документальное подтверждение, пожалуйста. Нет, но вот есть все равно, вот, то, что говорили, не будет интриги, игра, милиция и все такое, ничего такого нету. Просто нету вот таких кричащих вообще ситуаций, где вот… Педагогу не защитывают, да. Даже вот, не знаю, бабушке покажешь момент, вот это пенальти или не пенальти, она тебе сразу скажет, да, или продавщица, да, время на кассе. А есть вот, да, все равно есть эта дискуссия, да, хватало этот контакт, не хватало для пенальти, и все равно судья идет и смотрит этот… Все равно есть момент субъективный, да. И он, да, и он принимает решение, да, потому что, да, видеоарбитр может рекомендовать суде идти смотреть. Вот я хотел спросить, это процедура, то есть, по наушнику, наушник, видеоарбитр говорит, лучше посмотреть, да? Ну, опять, есть четыре главных вопроса, где вообще можно идти смотреть все, что связано с голым. Да. Есть сомнения, да, что… Не, ну, забить правильно, не забить правильно и так далее. Плюс следующее, все, что связано… Ну, это уже с голым связано. Да. Все, что связано с назначением 11-метрового удара, да, с назначением или не назначением прямой красной карточки. И четвертый пункт – это показ карточки неправильному игроку. Это только четыре пункта, где видеоарбитр может смещаться. А там, где желтое или, ну, правильно, неправильно, это невозможно. Там он даже не может рекомендовать ему там изменить решение. И плюс такое, что после игр уже больше нету вот этих, да, судья там ошибся, очевидно ошибся. И самое главное вот этот вообще сок в этом, что сейчас уже эти технологии, которые у нас, телефон у каждого, да, сидят сто тысяч в стадионе, тренера уже с планшетами сидят, да, а самый главный человек, который реально принимает решение, он, вот у него нет возможности посмотреть через пять секунд, я ошибся или нет. Потому что много раз так, я как судья и не видел этот контакт, мне кто-то прикрывал, или я был далеко. А сейчас вот явная ошибка, я пошел, ну да, я явно ошибся. Вот, ну, я изменил решение, и больше скандала нет. А вы можете как бы обратиться к видеопросмотру, даже если вам видеосудья молчит? Нет, судья, судейская бригада судит игру, как она судила до этого. Видеоарбитр только вмешается в этих четырех ситуациях, если для него судья, очевидно, ошибся. Опять, может быть так и так, что для видеоарбитра это явная ошибка, а судья пошел, посмотрел, нет, спасибо, спасибо за приглашение, но я остаюсь при своем решении. Ага. Привемся буквально пару минут на короткую рекламу, потом вернемся в студию. Продолжаем работу в прямом эфире, напомним, что мы говорим сегодня о футболе, я вижу, что у нас есть звонки, одевайте, пожалуйста, наушники, успеем принять и звонки тоже. Добрый день, слушая вас, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Помню, у Марьяна Пахаре уже фамилия с начала 90-х, если не ошибаюсь, даже, может быть, да, вы играли. Я такой старый. За вами. Да. Слежу за вами, за вашей карьерой. Спасибо. Вот, к чему я это. Вы хорошо играли и заслуженно работали тренером. И у вас хорошо получалось. Я помню игру с Украиной, как недовольный главный тренер ушел Украиной с поля после того, как в ничью сыграли с Латвией. Вот, у вас была игра, вы начали другую игру показывать, более агрессивную, более активную. И вы ушли. И вот у меня такой вопрос. Почему у Латвии, как сборная, играет постоянно в защите? Это, ну, очень неприятно смотреть. Ходит почти пешком по футбольному полю. Вот такой вопрос. Спасибо. Ну, мне кажется, что… Спасибо. Спасибо вам за комментарий. И мне кажется, что все-таки в этом плане, ну, исторически мы не часто были фаворитами, скажем так, в играх. В основном, еще с тех времен, когда я играл в сборной, начинал, и, может быть, еще до меня, мы всегда были такими андердогами, не играли против команд, которые были, может быть, чуточку, может быть, намного сильнее нас. И мы в тех условиях выживали, мы в тех условиях учились контратаковать, мы в тех условиях учились забивать голы. А главное, мне кажется, все-таки мы должны думать о результате, тем более в национальной сборной, и больше ни о чем другом. Каким образом добиваться этого результата? Вот это уже другое дело. И тут, знаете, какой комплексный и большой вопрос. Тут это и работа тренера, тут это и подготовка игроков в клубах, это и индивидуальные способности этого игрока, то есть просто его талант. И поколение, оно на поколение не приходится. Я думаю, что вы сами это понимаете, потому что смена вот этих поколений, она всегда чревата, всегда. И вот с 90-х годов еще, может быть, мы получили какую-то старую закалку, что нам помогло. А потом был такой вообще безрыбье. Совсем ничего не было, людям не до футбола было. И вот с тех времен, вот может быть, сейчас уже эта ситуация начинает меняться, потому что молодое поколение, которое приходит, мне кажется, оно уже такое более образованное и в футбольном плане, и все-таки и тренера образовываются, и очень много различных международных снова игр. Но все дело в работе, потому что невозможно в наших условиях конкурировать на европейской арене, если ты тренируешься так же, как тренируется, например, игрок в Голландии или в Англии. Невозможно. У них конкуренция огромная, а у нас нет. Поэтому нам надо компенсировать чем? Самоотдачей, нам надо компенсировать организацией, нам надо компенсировать работоспособностью, а чтобы компенсировать этим всем, ну, нужные условия для этого создавать. Ну вот, если я, может быть, ответил на ваш вопрос, может быть, не целиком, но об этом можно говорить час, наверное. Вот-то я в догонку, наш радиослушатель тоже не толкнул на это такой вопрос, как болельщика больше, наверное. Вот создается такое ощущение, даже тогда, когда мы играем, ну, может быть, не самыми такими звездными командами, да, я имею в виду сборная, да, создается такое ощущение, что вот пока идет дело, ну, скажем так, оборона, да, ну, мы более-менее справляемся, я там не говорю про какие-то игры совсем такие провальные, но справляемся. Когда речь идет о переходе, ну, вот, в атаку, у меня создается такое ощущение, что футболисты, ну, что ли, обеют и как-то вот стесняются, они вдруг начинают, может быть, такая тактика, так, не профессионалам кажется, начинают пасовать назад, и не идет движение вперед, и такое ощущение, что они забывают, что футбол – это не только хорошая организация игры в обороне, но это еще и атака, но ты без нападения никак не забьешь. Можно, конечно, надеяться только на стандарты, да, но стандарты тоже бывают разные, да. – Да, это та же самая тема, это та же самая тема, и здесь, вы понимаете, что гол – это венец. – Да, я к этому и веду, да. – Вот Андрис Трейманис, наш самый лучший судья, он может подтвердить. В принципе, вот все, все футболисты, тренера, судьи, болельщики – все ждут одного гола, и все. И поэтому, чтобы этот гол забить, ты не можешь взять как тренер и просто научить, давай забивай. – Вот-вот, быстренько отдал пас и забил, да. – Да, вот там, там, там. Во-первых, это индивидуальные способности футболиста. Не всем могут это, не всем дано вообще это. Взять, забить гол – это очень сложно. – Это кажется, что это несложно, да? – Это кажется, что это несложно, конечно. Но вопрос хороший в том плане, что менталитет у нас сейчас, вот, по крайней мере, в сборной, он потерян. Тот выигрышный менталитет, вот такой менталитет победителя. Он потерян куда-то, его пока нет, и в этом плане… – Футболист старается отбиться, быстрее бы отбиться. – Я вот знаю наших футболистов, многих, очень хорошо, и они все переживают очень сильно. То есть нет таких, которые… – Махнуя рукой, да, да. – Все равно. Они переживают, но они уже настолько загнаны в угол болельщиками, журналистами, не знаю, родителями, семьями, там, наверное, приходят домой тоже. – Уже драйва нет. – Что ты так плохо играешь, да. – Что у них уже комплекс выработался определенный. – Психологический, да? – И вот сломать этот комплекс, вот как раз сейчас задача и Дайниса, нового главного тренера сборной, и всего штаба команды. Ну, я думаю, что тут, опять же, мы говорим не только о… Что ты можешь сделать, тренер сборной, за неделю до игры. Ну, мало что вообще. – Мало. – Практически ничего. Игроки получают образование в клубах, их готовят клубные тренеры. – Если 20 лет им за это не дали, вы за неделю ничего не сделаете, да? – Безусловно. Ну, что ты можешь сделать? Ты можешь его мотивировать очень сильно. – Ну, какую-то тактику попытаться, да? – Накачать, естественно, стратегию выработать на игру, тактику. И все, и все. То есть, он приходит с тем багажом, который уже у него есть. Но даже в этих условиях можно и нужно стараться вот улучшить все равно. Поэтому, ну, вот над этим надо работать. – Вот, Андрей, смотри, такой последний вопрос. Вот, когда вы суете игры, где играет, ну, обычно, не так часто бывает, когда много звезд, ну, хотя бы одна звезда, ну, такого, не знаю, европейского уровня, мирового, да, ну, всем известно, что вот под таким-то номером играет эта звезда. Как судье удается, ну, все-таки так абстрагироваться и быть более-менее объективным? Потому что, ну, не знаю, когда там на поле, ну, вы уже упомянули, там, Ливандовский, ну, понятно, что, наверное, игроки как-то по-другому относятся. Кто-то считает, что он очень опасный, нужно обязательно на нем фалить. Да, может быть, иногда кто-то из звезд любит симулировать, зная, что судья, а, ну, понятно, понятно, что против звезды уже нарушили правила априори. Вот как удается все-таки, вот, несмотря на то, кто играет, вот эту нейтралитет объективно сохранить? Ну, в принципе, это, ну, понятно, звезды в футболе и уже, ну, последние годы мы довольно часто встречаемся, да, с разными там сборными, и Францию судили, и Германию, Испанию, и клубы, там, Арсенал, да, там, ну, большие обумьянки и так далее. И понятно, что мы уже, ну, ты уже считаешься, что, и ты должен понимать, что, Мариан сам знает, если ты лидер команды, ты личность, ты можешь за собой потянуть и команду, и стадион, и сделать вот эту всю атмосферу, шум в игре такой, что ты потом, как судья, эту игру уже не соберешь. И вот очень важное у нас для судей то, что мы делаем перед игрой, уже там, когда узнаваем, какие команды будем судить, мы готовимся и просматриваем тоже видеоролики, игры. То есть вы заранее готовитесь? Мы заранее готовимся, мы заранее уже знаем, кто там больше фалит команды, кто реальные лидеры команды, как с ними обращаться. Уже звоним своим коллегам, которые работают, например, там, не знаю, в Англии он работает с судьей, я звоню ему, спрашиваю, как с этим, как с этим игроком общаться. То есть у вас, в принципе, коллегиальные отношения с судьями, да? Да, у нас очень коллегиальные, и все делятся своим опытом и дают какие-то советы, потому что, понятно, я, например, эту команду, понятно, по телевизору, по видео, это одно опять ощущение на поле, как игроки себя ведут, как они тебя там, ну, скажем так, в жаргоне подушивают, да? Это совсем другое, и ты должен уже до игры максимально быть готовым. Плюс у нас вот там Лига Чемпионов, Лига Европы, плей-офф, у Ефа есть специальный человек, который делает уже тактическую подготовку для судей, и он уже дает там, как, кто симулирует, какие стандарты будут исполняться, как команда переходит с обороны в атаку. И мы, в принципе, уже тоже первый раз, видя эту команду, первый раз, видя игроков, мы уже, уже есть это портфолио, портфолио, и мы уже тоже готовы. И, скажем так, этот опыт уже такой, что нет такого, как там, выходишь, не знаю, первый раз мы... Мандаж, да. Да, в 12-м году судили сборную Испанию, они тогда были действующими чемпионами мира и чемпионами Европы. Это было... Понятно, я тогда вышел, стал рядом со мной Кассили, Аспу, Йо, Кшави, и все-таки все звезды стоишь, и ты такой приехал с Рига, и ты стоишь и не понимаешь, куда ты попал. Но опять вот, ну, понятно, и из этого адреналина реально ноги дрожали. Просто ты можешь, ну, даже владеть своим телом из этого адреналина и волнения. То есть кругом такие звезды, кругом миллионеры, да. Но сейчас, сейчас уже все-таки это, ну, как игроки, да, ты привыкаешь, ты уже знаешь, как себя контролировать. Игроки ведь тоже смотрят, что за судья, да? Да, они ведь стихологи хорошие в этом плане, да? Да, да, да. Это все команды готовятся, анализируют. И мы также очень... Наша подготовка к игре тактическая, очень похожая, как команды готовятся, да. Так что мы уже тоже знаем. А насчет звезд, да, вот это, ну, да, он игрок, он там творец, может быть, и так далее. Но есть тоже разные звезды. Бывают очень такие дружелюбие, да, там, ну, вообще только помогают даже тебя судить. А есть очень проблематичные игроки, которые тебе будут очень мешать. И ты, как судья, ты должен тоже, как психолог, да, подготовиться к разным ситуациям и разным тоже... Кто-то будет и симулировать, да. Да, разное общение с разными игроками, да. Так что это тоже от подготовки зависит. Да, но иногда все-таки действительно, когда ты смотришь ИГУ, вот, ну, за какими-то звездами следишь, и ты не можешь понять, как это какая-то фантастика, как они видят поле, и как такое ощущение, что мяч вот у них прилипает к ноге, как будто вот каким-то магнитом, как они вот с ним обращаются. Это, наверное, какое-то уже мастерство на грани, я не знаю, циркового искусства, да, Марьян? Мастерство, помешанное на уверенность. Даже так, да? Конечно. Марьян правильно затронул предыдущую тему, да, то, что нашим игрокам где-то вот... Вот это вот чувствуешь, приезжаешь... Не хватает, да, победителя? Приезжаешь вот... Уверенности. Ну, с международного матча, и потом в высшей лиге работаешь где-то, и... Вот это спортивная такой нахальность где-то, да. Я это проходил. Уверенность, да, Марьян это знает. Я приехал в Англию, и у меня точно так же дрожали ноги первое время. Когда увидели всех этих игроков. Когда увидел всех игроков. Да, даже просто, когда на тренировку вышел у себя в клубе, уже дрожали ноги. Но это все улетучивается с опытом, это все улетучивается вот с уверенностью, поэтому... Особенно, когда есть команда, партнеры, да, которые поддерживают. Это первый, первый тоже, ловишь этот позитив где-то первый, где-то что-то у тебя удается из-за того, что ты работаешь, да, уже. Это работа твоя показывается, и все, и где-то вот это уже идет потом вверх. Ну что ж, вот так вот время эфира у нас быстро подошло к концу. Спасибо за интересную беседу. Ну что ж, я думаю, что все мы можем себе пожелать, чтобы побыстрее мы вернулись к этой нормальной жизни без чрезвычайных ситуаций и пандемии. Ну и чтобы, конечно... Быстрее бы. Быстрее бы, да, и чтобы действительно все изголодались по профессиональному спорту. Обещает разрешить спортивные состязания. Так что с 1 июня посмотрим, как это все будет происходить. Удачи всем. Всем здоровья. Спасибо. Здоровья всем. До свидания. До свидания.